Чтобы не пропустить новое видео, подпишись на мой канал! Всем привет! Сегодня говорим о телефоне для бизнесменов и просто деловых людей. Nokia E72. Являясь продолжением одной из самых удачных моделей Nokia E71, 72-й стал последователем идей, заложенных в предшественнике. Достойным ли? Это мы сейчас посмотрим. Внешний вид E72 полностью соответствует бизнес-классу. Строгий дизайн, округлая форма корпуса. В обзоре показан только черный вариант. Еще бывают серебряный, коричневый, серый и даже фиолетовый. Но и они смотрятся столь же консервативно. Даже фиолетовый цвет у дизайнеров получился настолько благородным, что подойдет не только женщине, но и мужчине. На передней панели сразу бросается в глаза полноценная QWERTY клавиатура. По отзывам пользователей, она удобная, хотя мне пришлось привыкать. Особенно непривычно набирать номер. Вслепую я так и не смог сделать этого. Проблемы могут возникнуть у людей с большими пальцами. Подробнее о функционале клавиатуры я еще расскажу. Обрати внимание, что между корпусом и верхними клавишами есть довольно большие зазоры. Туда может попадать пыль. Вообще, качество сборки E72 на уровне. Телефон приятно лежит в руке, производит впечатление надежного устройства. Детали корпуса подогнаны плотно. Небольшая щель есть только между корпусом и серебристым кантом. Еще совсем чуть-чуть люфтит задняя крышка, но это почти незаметно. Однако, есть шанс, что со временем люфт станет больше. За качество сборки E72 ставлю 4 с плюсом. Мобильник оборудован 2,36-дюймовым экраном с разрешением 320 на 240 пикселей и цветностью 16 миллионов цветов. Дисплей на самом деле маленький, особенно по сравнению с такими конкурентами, как HTC HD 2 и так далее. С другой стороны, если учитывать, что телефон позиционируется вовсе не как мультимедийное устройство, все станет на свои места. Над дисплеем можно видеть небольшую фронтальную камеру, предназначенную для видеозвонка. На правой грани расположены три кнопки, служащие для регулировки громкости и голосового управления. Слева, прикрытые пластиковыми заглушками, находятся разъемы мини-USB и карты памяти. На нижней грани одиноко скучает фирменный разъем зарядки Nokia, в то время как гнездо наушников расположено сверху. Обрати внимание, что E72 оснащен 3,5-мм разъемом наушников, в то время как E71 2,5-мм. Тут же сверху находится и кнопка включения. Сзади производитель расположил 5-мегапиксельную фото-видеокамеру со вспышкой. Пришло время посмотреть, что прячется под крышкой. Итак, E72 работает на аккумуляторе BP4L, и это одно из важнейших преимуществ телефона. Батарея имеет емкость 1500 мАч. С ней мобильник способен продержать до 12 часов в режиме разговора, до 600 часов в режиме ожидания и до 37 часов в режиме проигрывания музыки. На практике это выливается в 4-5 дней интенсивного использования телефона, что по современным меркам очень и очень неплохо. Само собой разумеется, что такие функции, как, например, GPS-навигация, способны сильно сократить работу устройства. Пришло время включить телефон. Nokia E72 основана на операционной системе Symbian. Проще говоря, это смартфон со всеми вытекающими. Телефон работает очень шустро, не в последнюю очередь благодаря процессору 600 МГц. Рабочий стол E72 очень функционален. В общей сложности я насчитал 13 ссылок для горячих функций. И это не считая отдельной кнопки для работы с голосовой почтой. Само собой, рабочий стол можно настроить под себя. Еще интереснее то, что на самом деле у мобильника сразу два рабочих стола. Переключение между ними происходит с помощью вот этой иконки. Идея состоит в том, чтобы создать отдельные экраны для работы и личной жизни, разместив на них соответствующие приложения. Главное меню телефона, на мой взгляд, не очень удобное. Так, функцию будильника и часов почему-то поместили в раздел приложения. А упомянутую мной программу увеличение шрифта вместо приложений в офис. Таких несостыковок много. К интерфейсу нужно немного привыкнуть. Что мне не понравилось, так это очень мелкий шрифт. Думаю, и в Nokia это поняли. Так что в Nokia E72 по умолчанию предустановлена программа для увеличения шрифта. Работает она на ура, и ее без сомнения можно причислить к большим достоинствам телефона. Как и обещал, поговорим подробнее о клавиатуре. Начинаем сверху вниз. Итак, среди верхних кнопок выделяются четыре клавиши быстрого включения необходимых функций. По умолчанию на них висят функции меню, календаря, книги контактов, а также электронной почты. Ничего не мешает переназначить их на нужные именно тебе функции. Достойна внимания и вот эта центральная кнопка. Она снабжена специальным оптическим сенсором, благодаря чему скользящим движением пальца можно переключаться между иконками меню. Особенно полезной такая возможность будет в интернет-браузере. При этом можно настроить чувствительность сенсора или вовсе отключить его. На отдельные кнопки выведены также такие функции, как Bluetooth и выключение звука. А удержанием вот этой клавиши можно перевести встроенную в E72 вспышку в режим фонарика. На мой взгляд, это очень удобно. Если тебе мало продвинутого рабочего стола и клавиатуры со множеством горячих клавиш, можешь воспользоваться еще и голосовым управлением. Камера. На мой взгляд, функция эта скорее эффектная, нежели эффективная. Чтобы ее активировать, нужно удерживать специальную кнопку сбоку. Само собой, кнопка эта не работает, когда клавиатура стоит на блокировке. В итоге, чтобы управлять телефоном голосом, все равно нужно нажимать довольно много клавиш. На мой взгляд, удобнее было бы сделать специальную голосовую метку. Говоришь, например, голосовое управление, и оно включается. С одной стороны, даже в таком виде управление голосом бывает полезно в машине. Но при включенной музыке я пару раз сталкивался с тем, что телефон неправильно угадывал мои команды. В итоге, приходилось джойстиком выбирать нужную функцию из появившегося списка. И хотя я знаю, что некоторые люди пользуются этой возможностью в автомобиле и считают ее очень полезной, меня голосовое управление Nokia E72 не впечатлило. Вне машины я вообще не представляю, зачем кому-то может понадобиться управлять телефоном голосом. Как и подобает бизнес-модели, Nokia E72 может похвастаться богатым набором предустановленных приложений. Вот самые важные из них. Advanced Communication Manager. Программа, позволяющая создавать черные и белые списки для звонков и СМС. Psylocke World Traveler. Отличное подспорье для путешественников. Позволяет посмотреть погоду в различных частях света, курсы валют, сохранить свои пароли, купить авиабилет и даже составить план путешествия. Приложение для таких социальных сетей, как Facebook и MySpace. Программа для мониторинга фондового рынка. Просмотрщик YouTube Video. Email Client. Программа для распечатывания текстов на принтере прямо с телефона. Электронный словарь-переводчик. QuickOffice с возможностью не только просматривать, но и редактировать файлы. Мультисканер, позволяющий при помощи камеры отсканировать и распознать текст, правда только английский. Y-Present. Программа для презентации с телефона на компьютер. Просмотрщик PDF файлов. Zip Manager. Программа для изменения размера шрифта я уже говорил. Навигационные карты Nokia OviMaps. О последних я расскажу подробнее чуть позже. Разумеется, ты можешь расширить набор программ, установив нужные тебе приложения. Еще один пункт меню требует нашего внимания. Параметры SIP. Немногие знают, что это такое. Функция, однако же, полезная. Поддержка протокола SIP позволяет использовать Nokia E72 для IP-телефонии без установки дополнительных приложений. Если вкратце, ты сможешь звонить через интернет, экономя немалые деньги, особенно при междугородних переговорах. Раньше для этого нужен был компьютер. Теперь достаточно и мобильного телефона. Остальной функционал E72 обычен для телефонов такого ценового диапазона. В мобильнике есть Bluetooth и Wi-Fi-передатчики, FM-радио, диктофон, а также аудио и видеоплеер. Интересной особенностью является встроенный датчик движения. Благодаря ему можно выключить сигнал вызова или будильника, просто повернув телефон. Вот так. При этом менять ориентацию дисплея нельзя. Пришло время протестировать динамик телефона. Как уже говорилось, он тут только один. Несмотря на это, телефон звучит достаточно хорошо. Разумеется, он тише многих смартфонов серии Express Music. Однако, его звонка вполне будет достаточно для большинства ситуаций. В телефон установлена 5-мегапиксельная камера с автофокусом и вспышкой. Качество снимков можешь оценить сам. На мой взгляд, все очень даже неплохо. Наличие автофокуса позволяет сносно фотографировать документы, что для бизнес телефона очень важно. Видео E72 снимает с разрешением 640 на 480 пикселей в формате MPH4. Теперь оцени качество проигрывания видео. Разумеется, E72 не тот телефон, на котором удобно смотреть фильмы. Однако, некоторым пользователям это может пригодиться. Как обычно, перед загрузкой в смартфон видео нужно конвертировать, ужимая до приемлемого разрешения. В смартфон предустановлены навигационные карты Nokia Ovi Maps. На картах Nokia я подробно останавливаться не буду. У них есть отдельный подробный обзор. В последнее время это приложение сделало большой шаг вперед. Однако, если ты путешествуешь не только по московским дорогам, стоит запастись чем-нибудь посерьезнее. Итак, что в итоге можно сказать о E72? На мой взгляд, это один из лучших мобильников Nokia на сегодняшний день. И уж точно лучший в бизнес-сегменте. Есть у него и недостатки, наиболее существенные из которых это небольшой по современным меркам экран. Из менее важных минусов могу назвать некоторые огрехи в сборке корпуса, а также неудобный набор номера, к которому нужно привыкать. Для многих людей с большими пальцами это будет огромный недостаток. Это все минусы, зато преимуществ куда больше. Полноценная QWERTY клавиатура, долгоиграющая батарея, удобный рабочий стол, богатый комплект, достойная фотокамера, а также большой набор предустановленных приложений. Из всех телефонов, побывавших у меня в руках в последнее время, именно E72 мне захотелось купить больше всего. Но последнее решение, как всегда, за тобой. Удачи! Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!